здравствуйте дорогие зрители моего канала сегодня я хочу вам снять видео подробно полистаем три книжечки это видео по запросу от моей зрительницы спасибо большое что пишите мне комментарии хочу вообще выразить огромную огромную благодарность тем кто подписывается на мой канал кто смотрит мой канал кому это интересно кто пишет мне комментарии огромное огромное всем спасибо и конечно же я с удовольствием выполняю запрос запрос был такой на книжечку ароматная саше техника хардангер и изысканная вышивка белым по белому пролистать их более подробно давайте сейчас приступим к этому вот я постараюсь это в одном видео сделать если будет долго получаться долгое видео тогда я разделю это на три видео ароматная саше давайте посмотрим что же здесь представлено своими руками сначала идет введение истории духов их создания вот такой текст очень интересный как это все было как создавалась ароматерапия саше что такое саше его назначение что можно положить саше здесь кофе сушеной кожура цитрусах специй то есть совсем не обязательно что-то идти прям покупать всегда можно найти что-то у себя дома и использовать это в саше кусочки ароматного мыла можно остатки до сложить сухие пряные травы даже вот видите крупная морская соль настояна с вашим любимым эфирным маслом ароматизатором или духами прекрасный наполнитель так что нас вот можно по закромам по сусекам по поскрести и много чего найти для того чтобы поместить саше далее идет про разные масла эмоциональное воздействие и косметическое качество очень 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 полезная информация для использования не только в саше но и в косметике и в использовании в обычной жизни и дальше идут примеры различных саше что можно сделать я уже говорил в этой книге книга не по вышивке именно вот по таким вот рукодельным штучкам но всегда можно сюда же и вышивку да вот сердечко она может быть например выше тогда вот такие вот сердечки здесь все рассказывается как делать вот есть выкройка кажется натуральную величину вот с такими подробными иллюстрациями аромат июня масло розы или пион используется вот как сделать этот пион вот такой пион получится вот это мне очень нравится саше для можно повесить гардеробную или в шкаф для придания запаха вещам ну или от мой тоже подойдет если лаванду поместить лаванда очень хорошо воздействует на то чтобы не было моли не заводились всякие вот такие вот неприятности у нас шкаф вот саша цитрус то есть высушим сейчас зима много цитрусовых не выбрасывайте корочки сушите и к весне к 8 марта можно сделать такие подарочки с прекрасными цитрусовыми корочками внутри еще это вместе там с морской солью как перемешать чтобы было помягче и вообще будут прекрасные подарочки вот коробочку такую цветочный сад ведь это тоже интересная мысль сделать коробочку с цветочками наполнить ее ароматом розочки да там внутри лежит вот именно мешочек с ароматом сверху такие цветочки саре какой изысканный прекрасный подарок вот 8 марта до скоро у нас после нового года начнутся праздники другие сейчас всех идет подготовка к новому году ну вот пожалуйста посмотрите какая красота от куколка в чашечке тоже очень приятно такие вот подарочки это притом и полезно и красиво видите рассказывает как можно ли он покрасить в чае и еще они вот здесь написано пропитайте ткань ванилию то есть берем пакетик ванили и пропитываем ткань 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 будет сама пахнуть ванилью какая красота я просто еще не читал подробную вместе с вами сейчас какие-то моменты читаю сама удивляю вот такая красота получается какая замечательная еще и ткань вся пропитана ванилию вот так что вот такая вот замечательная книжечка она еще кому продается в магазинах и в онлайн магазинах ароматная саша своими руками очень рекомендую так давайте посмотрим следующую техника харданги этому из серии моя энциклопедия вышивки же слейн и он значит эти книжечки такие не такие не толстые мягкая обложка я не буду вдаваться в прям вот очень подробно подробно но хочу просто вот такой обзорчик вы понимаете что это за книжечка значит содержание как обычно они сделаны идут сначала сама техника рассказаны стишки очень красиво иллюстрировано все понятно все вот можно всегда обратиться посмотреть как это делается очень очень хорошо описано это я вот читал как раз и так как эти стежки очень часто сейчас используются и в наборах и вышивках особенно вот какие-то примитивы или сэмплеры и там очень часто используются вот все эти стежки очень полезно иметь такую книжечку потому всегда можно посмотреть как правильно выполнить этот стежок например глазок да вот звездочка очень часто я встречала даже вот я вышивала именной оберег от панны и там вот да такие стежки вот и звездочки есть и вот такая вот глазок от по малжирский глазок есть и все очень даже можно посмотреть вот что они предлагают вот такая сумочка предлагается сделать и дальше идет описание с выкройками описание стежков как это выполняется вот мне показалось что в принципе не сложно немного всегда можно попробовать сделать тоже какую-то вещь вот прикладную очень мне нравится когда сочетается вот техника хардангер и вышивка крестом поэтому всегда можно добавить какой-то ряд вот вот видите вот мне кажется вот точно я прям говорила и вот получился вот здесь вот идет вот этот узор сделан крестиком беленьким вот здесь видно маленьким по моему и далее это хардангер посмотрите какая ключница ну в принципе это может быть косметичка сделано все эти все что они предлагают да вот скамейчка но использовать можно уже как фантазия подскажет вот очень красиво и изысканно видела также работа хардангера на выставке конечно просто фантастика этому надо учиться не все так быстро очень красиво сочетание нескольких даже трех цветов получается посмотреть какой красивый орнамент это подхват и для штор подушечка подвес как игольница даже как новогодняя игрушка какая красота если здесь добавить какую-то серебристую ниточку или сделать на конве с люрексом вот пожалуйста прекрасная новогодняя игрушка вот такая корзиночка для нас рукодельниц какая красота как приятно будет складывать в такую вот корзинку свой проект здесь описание здесь идет я так понимаю вот видите вышивка ниточками переменного крошения вот прекрасный аксессуар для нас для рукодельниц для ножничек такая игольница это же вот на корзиночку крышечка подушечка то есть не обязательно вышивать всю подушку до взяли ткань подходящую вот такая ленточка тоже красота просто то есть я заворожена такими прекрасными вот идеями такими так тоже может быть пожалуйста и саше сделано такое вот и здесь дальше в конце книги сами узоры схемы к ним то есть как это делается конечно я понимаю что это надо более подробно более подробно изучать тренироваться стараться ну вот я думаю что жить я буду лет 200 наверно и все это успею третья книга которого хочу с вами пролистать изысканная вышивка белым по белому я видела что кто-то ее показывал уже тоже был обзорчик книга более массивная просто расскажу о том из чего она состоит как она устроена не буду останавливаться прям подробно подробно но вот как она сделана здесь представлены различные вышивки то есть если там был хардангер и только вот одна техника в предыдущей книге то здесь идут вот швальмский узор там да и что сделано в этом в этой технике далее вот да скатерть швальмский узор и потом есть мережка с ажурным плетением далее про мережку все какие-то примеры работ далее идут что там у нас дальше датская вышивка датское кружево вот если не пропустил вот я вам показала углавление вот идет швальмская вышивка белом по белому да здесь описание что и как использовать на чем вышивать и примеры того что можно сделать как как чем она отличается от других вот вышивок какие используются в ней орнаменты мотивы идет мережку про мережку вы все знаете здесь какие-то примеры мережек вот в той серии вот предыдущей которую я показываю вот это вот моя энциклопедия вышивки тоже есть книжечка прям мережка и различные различные способы выполнения мережек здесь вот представлено несколько тонн русское кружево вот о нем забыла упомянуть когда смотрели оглавление называется это вообще по-моему игольчатое кружево мы плетем кружево не коклюшками не там не спицами вяжем а именно иголочка плетется дальше итальянский стежок казальгиди если я правильно конечно его произношу вот этот вот мне кажется вот этот вот такой вот объемный стежочек смотрите какая красота ой какие мешочки вот так вот так изысканно и красиво датская до датская кружева хедеба или хедеба тоже не знаю точно но это вот так выглядит смотрите какая интересная серпа образная подушечка для иголок только тут с ошибка видите к квадратная не квадратная квадратная даже в книжках бывают ошибки вот так вот вот так вот а так конечно игольница в виде серпа обычно мы делаем там кругленькие или квадратненькие здесь вот так вот предложили нам сделать такую интересную угольницу колпак на чайник масса масса вариантов вот далее идут все очень понятно и для меня было важно потому что я например вообще не знал как приступить к такой вышивки и что нужно здесь описание мало того просто там написали что это за ниточки но еще и указали сделали фотографию как как выглядят эти ниточки потому что может быть вот именно эти купить вот видите фирма перлея финка а я потом стала когда изучать меня что перли есть и dmc есть здесь вот указано до номер 8 это ирис и но есть еще снежинка это пнк по моему выпускают эти вот ниточки то есть есть замены не обязательно прямо вот только финку вот здесь все вот дальше рассказано как начать с чего начать все очень подробно также вот видите изображены стежочки с фотографиями это вообще просто вот прекрасно потому что очень очень понятно становится как это делать и вот далее идет вот как раз много много страничек о том как делаются стежочки различные с рисунками с фотографиями мне кажется вот по такой книге обучиться будет очень приятно далее вот эти вот странички все гладенькие а далее идут матовые странички вот на матовых страничках дальше идет продолжение почему-то странички пошли матовым далее есть уже конкретное выполнение да вот идет вот занавес странице 9 вот к ней рисунок скопировать можно и описание вот наволочка для подушки на шнуровке и как это выполнять каждому изделию которую мы с вами посмотрели в начале книги есть вот такие иллюстрированные инструкции мне кажется что в принципе вот будет все понятно вот она эта игольница но даже не есть рисунок не есть выкройка вот алфавит вот такой вот гладью как плести вот игольчатое кружево вот так что очень приятная книга приятно ее держать в руках приятно ей пользоваться очень красиво иллюстрирована аяка ацука япония наверно просто смотри повторяй действительно просто смотри и повторяй я надеюсь что я выполнила такой вот запрос и будет интересно посмотреть более подробно эти книги вам пишите мне в комментариях что вы об этом думать что вы думаете о других вышивках помимо вышивки крестиком пробовали был был ли у вас опыт такой понравилось не понравилось вернулись вы только крестиком желаете ли вы тоже попробовать какие-то новые виды стежков и или вышивок и мне будет очень интересно с вами пообщаться на эту тему а так всем пока всем хорошего настроения счастливо